Доброе утро, мои дорогие! Рада видеть вас из себя на канале. Начинаем с вами сегодня новый влог. Домашний, уютный, обязательно будет мега продуктивный. Времени сейчас 9 утра, у меня Соня все еще спит. Я хотела дождаться, когда она проснется и начать уже видео вместе с ней. Это, кстати, достаточно редкий случай, когда она утром так долго спит. Обычно она просыпается пол седьмого, в семь, в крайний случай в восемь, но вот сегодня девять, а она спит. Ночью плохо спала, у нее по какой-то причине болел живот. Что-то, может быть, я ей дала не то. В общем, просидела сегодня с ней где-то полночи, потому что как только я вставала и уходила, она тут же просыпалась. Видимо, такой, знаете, поверхностный сон был, поэтому, видимо, она сегодня с утра подольше спит. Поэтому я сейчас дожидаюсь, когда Соня просыпается. Я уже приготовила ей завтрак, я уже сделала уборку на кухне, я уже заправила постель, привела себя в порядок. И вот просто, знаете, сижу, руки на коленях, жду, когда Соня проснется. Как только я ее покормлю, мы с вами, наверное, сегодня отправимся на улицу. Работы во дворе просто завались. Конечно же, там не вся работа, которая под силом мне. Очень много там будет возложено на Илюшины плечи. Но мы еще не наводили, во-первых, порядок после зимы, но и не приводили в порядок еще. Ну, как таковых грядок у нас, конечно, нет. У нас есть так клумбочки, что-то такое по мелочи. В общем, нужно просто там чем-то позаниматься, иначе ничего не сдвинется с мертвой точки. С чего-то нужно начинать. Сонечка в это время погуляет, ну, а мы с вами сделаем что-нибудь обязательно полезное. Вот и лялечка проснулась. Вот и лялечка проснулась. Тут вот спала. И еще будешь спать? Привет! Привет, моя сладкая! Привет! Что-то я хочу сказать. так смотрим что у нас здесь назначить вот здесь есть три грядки с клубникой это свеженькая маленький еще совсем кустики лишь пересаживал мы с вами трогать не будем потому что ими занимается илюша я не буду вмешиваться там вот уже побольше кустики но вот он две грядки пропалом уже все обстриг лишнее осталось одна вот это вот дорожки если в этом году получится щебеночкой подсыплем вот эту территорию бы так то всю нужно прополоть по идее потому что здесь земля была перепахана и в общем она не ровно улеглась вот такими вот волнами по идее бы здесь нужно все прополоть теперь и выровнять ну как грабельками разровнять и чтобы никто по ней не ходил сделать тоже дорожки вот к центральному кустику вот таким образом пойдем так но я сейчас значит мне нужно где-то найти грабли вот это все раз это разровнять я тут сколько то прополола но не очень до прополола ну ладно и вот эту грядку но вот эту клумбочку нужно тоже почистить от травки там клубника в этих двух если успею то еще может быть с ними поработаем а а и а и так ну все это прополола земля очень очень мокрая то есть не получается даже и не не разрыхлит не перекопать маленько там комками поэтому все пока так оставлю немножечко подсохнет потом уже доведу до ума и сейчас туда клубнику тоже прополем теперь теперь нужно обрезать вот эти старые листики усиков у нас нет усики потому что и душа осенью пересадил сразу же поэтому нам нужно только обрезать сухие старые листья больные листья немножечко взрыхлить удобрять сегодня не будем потому что мы еще не купили никакие удобрения поэтому только почистим костики все вот эти вот сухие листики их нужно где вот их нужно собирать ведерко либо выносить участка либо сжигать сразу же потому что они всякие содержат микроорганизмы вредные до болезненные поэтому их них нужно избавляться иначе это эти все микроорганизмы не по всему участку распространяться а Ну все, кустики чистенькие. Больше я тут сегодня ничего трогать не буду. Здесь останется взрыхлить землю. Пусть она немножечко подсохнет. Нужно будет замульчировать. И мы хотим еще закрыть черным агро волокном всю клубнику. Лиша его купил. Нужно только уже удобрить, мульчировать и закрыть. И будет все круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну и что я еще сегодня хотела сделать? Вот у меня здесь высажены хризантемки. Мама нам покупала их в горшочках. Сказала, что на зиму нужно прикопать их в землю. Потом можно снова достать их в горшки. Потому что я вообще хотела, чтобы они вот здесь стояли. Не знаю, может быть, даже не буду в горшки пересаживать. Может быть, их тут оставить. Они тут хорошо, мне кажется, сидят. Ну, как бы вот тут вот у дорожечки. Поэтому единственное, что я их осенью не обстригла. Поэтому сейчас мы вот это все сострижем. Оставим только кустик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хризантемки, видимо, все-таки не пережили зиму. Потому что нет ни одного нового росточка. Зима была холодная. Я их ничем не укутывала, не закрыла. Поэтому я думаю, что они замерзли. Блин, жалко. Ну, в общем, посмотрим. Пусть стоят, может, отойдут еще. Хотя вряд ли. Что ты здесь делаешь? Ой, фу-фу-фу, Соня, зачем? Зачем там? Ты ручки там моешь. Да? Классно, да? О, Господи. Пойдем давай домой. Уже вся в соплях. На улице холодно, ветрено. Мы уже, в общем-то, достаточно долго. Надо идти домой, пока не переборщили. Куда облизываешь, Сонь? Смородина. Еще не обрабатывала тоже. Тут у нас тоже смородина. Тут у нас крыжовник. Надо все пропалывать. Я буду делать такие, ну, знаете, кружочек, такой, как кустика. Остальное будем засыпать щебенкой. Ну, в общем, тут что-нибудь придумаем красивое. Вот у нас что-то. Явно какая-то неживая палка. Так, что это у нас? Яблоня. Яблоня. Походу, не отошла. Ни одной почки нет. Сколько мы этих деревьев уже высаживали у нас? Приживается только половина. Вот это у нас персик, по-моему, сливовидный. Или что-то типа такого. Вот он маленечко зацвел хотя бы. Огородник, пойдем домой. Смотрите, какой мне Сеня вчера букетик принес, подарил. И у меня, так как у меня аллергия на сорняки, я в ванну его унесла. Чтобы не очень часто и много с ним контактировать. Но мне было очень приятно. Очень. Он мне то ромашки дарит, то дуванчики принесет. Так что в ванной у меня теперь такой красивый букетик. Соня, будет чай пить? Пойдем. Замерзла, видимо, вся. Потому что хотя тепло было одето, вся что-то исчихалась, вся на сопли и зашла. Да? Пойдем пить чай горячий. Итак, в общем, время 12 часов. Первый час уже. Я жду, когда Сеня перейдет из школы. Нужно готовить обед. Нужно варить обед. У меня, как видите, вообще процесс еще не идет. Абсолютно. Совершенно. Я даже не начинала. Но сегодня у Сони у меня остался суп еще с прошлого раза. Поэтому можно очень сильно не торопиться. В принципе, можно даже ее положить спать, а потом начинать готовить. По меню. На этой неделе у меня тут полная вообще оврал. Я все перепутала уже. В плане, что были какие-то изменения. Что-то покупали. Когда-то что-то не готовила. Что-то хватило больше, чем на 2 дня. В итоге все-все-все перепуталось. Я теперь просто выбираю уже из тех блюд, которые я не готовила. Поэтому я хочу на завтра приготовить. На завтра, на послезавтра тушеный картофель со свининой. Он у нас должен был быть еще во вторник. Сегодня среда. У нас еще остался гороховый суп. И сделаем рис с куриными отбивными. Картофельная запеканка. Действительно, вот тут я не обратила внимания, что у меня получается и на обед тушеный картофель, и на ужин еще картофельная запеканка. Как-то очень много картошки на один день. Поэтому сделаем тушеный картофель со свининой. И сделаем рис с куриными отбивными. Ну и на завтрашний завтрак приготовим с вами. У меня был запланирован шоколадный манник. Но я, по-моему, сейчас в данный момент немного передумала. И хочу сделать, наверное, манник зебру. Посмотрим. Рецепт я вам уже показывала, но могу еще раз продублировать. Итак, первым делом я сразу же ставлю кастрюлю с водой. Буду отваривать мясо. У меня мясо уже нарезано кубиком. Я вообще, честно сказать, люблю тушеную картошку именно с курицей, либо с тушенкой. Но вот муж у меня не любит тушеную картошку на курице. Так же, как, в принципе, не ест вообще никакие куриные супы. Был в нашей жизни сложный финансовый период, когда мы ели исключительно только курицу. Видимо, он ее настолько наелся на несколько лет вперед, что теперь куриные супы. И, в принципе, большинство блюд с курицей вообще не очень сильно любит. Поэтому я решила приготовить на свинине. А так как я, например, как раз свинину не очень люблю, я готовлю именно на вырез. Это к тому, что многие в прошлый раз еще спрашивали, писали, почему я варю всегда суп именно на курином филе. Почему я не варю суп на, к примеру, мясных костях. Потому что я очень не люблю именно бульон, сваренный на костях. Поэтому я стараюсь вообще не есть какие-то мясные супы. Варю чаще для себя, либо на куриной грудке, либо какие-то вегетарианские. Мне невкусно. Поэтому, если я что-то и готовлю, да, какие-то бульоны на мясе, то я делаю на вырезке. Да, они не такие наваристые, да, они не такие насыщенные по вкусу получаются. Но я хотя бы могу их есть. Поэтому тушеный картофель сегодня тоже делаю только на мякоти, никаких костей. Мясо поставила отвариваться, сразу чищу картофель. Для тушеной картошки стараюсь всегда покупать картофель именно свежий урожай. Потому что он идеально подходит для картофельного пюре, для тушеного картофеля, для овощного рагу. Потому что он классно разваривается. Бывает, купишь какой-то сорт картошки, и она может стоять вариться час и два. И она все равно остается твердой, все равно сохраняет форму. Я очень не люблю, когда попадается именно такой картофель для тушения. Поэтому если есть в магазине свежий урожай, молоденький картофель, это прямо идеальный вариант для тушения. Нужно обязательно брать не раздумывая. Картофель нарезаю произвольными кусочками. Морковь натираю на терке. Лук добавлять тоже по понятным причинам не буду. Ну и морковь я слегка обжарю на растительном масле. Тушеный картофель все-таки с обжаренной морковью получается гораздо вкуснее. Но опять же какой-то насыщенности добавляет вкусу. Тем более, что бульон сваренный на вырезке, он действительно не такой насыщенный. Поэтому эту насыщенность приходится компенсировать, к примеру, с зажаркой и какими-то специями. Так, мы садимся обедать. У Сони чечевичный супчик она еще доедает. Мы с Сеней еще гороховый доедаем. Ну, завтра уже будет свежий обед. В общем, на три дня у меня получилось. Я, конечно, стараюсь, чтобы на два дня был обед. Но иногда немножечко перестараюсь я с количеством. Да, Сонечка, у нас с тобой закончилось молочко. Вот последнее. Как-то я не углядела, что у нас нет ни молока, ни кефира. Давай-бай-бай будем. Споки-ноки. Держи тебе соску. Спокойной ночи. Так, картошка у меня тушится. Не буду дожидаться, пока она полностью приготовится. Буду заниматься параллельно другими делами. В общем, мало положила я картошки. Что-то как-то бульончика там многовато. Ну, ладно. С глазомером проблема, да, говорила неоднократно. Что хочу сейчас сделать. Мне нужно начать готовить ужин, но... Тут у меня куриное филе уже разморозилось. Нужно поточить ножи. У меня... Я не знаю, как у вас. У меня с ножами всегда проблема. У меня постоянно тупые ножи. Илюшу, когда прошу, он, конечно же, точит. Но так как я мою ножи в посудомойке, они затупливаются очень быстро. Ну, и мне как-то, знаете, даже не хочется через каждый день просить Илюшу их точить. Мне мама подарила, в общем, такую ножиточку. Но я ей пробовала уже пользоваться. Мне как-то не очень. Я не очень... Только я какая-то жопорука, и у меня не получается их подточить. То ли она не очень хорошо точит. Но варианта у меня сейчас другого нет, потому что нужно готовить. А у меня ножи все тупые, просто поголовные. Поэтому поточу сейчас на этой. Может быть, просто дело опыта. Надо натренироваться, как-то правильно это делать. Я не знаю. В общем, нужно маленечко ножами заняться. В общем, в процессе поняла, что нифига они толком не точатся. Поэтому решила бросить это неблагодарное дело и поточить их руками. Знаю. Сейчас многие скажут, что ты делаешь это неправильно. Во-первых, я миллион лет этого не делала. Раньше, кстати, я умела это делать. Хотя, скорее всего, техника 100% неправильная. Но они хотя бы день-два будут резать. Уже хорошо. Поэтому я немножечко подредактировала их именно с помощью точильного камня. Ну и приступила к приготовлению ужина. На ужин я сегодня решила приготовить рис со специями и сделать куриный отбивок. Для риса я взяла 2 стакана длиннозерного пропаренного риса. В принципе, можете взять любое, какое вам нравится. Я рис промываю, заливаю его обычной холодной водой и оставляю его минут на 20, чтобы он постоял в водичке. В это время занимаюсь куриными отбивными. У меня 2 куриных филе. Правда, очень-очень маленькие. Так уж получилось. Видимо, плохо курочку кормили. Каждое куриное филе я нарезаю вот на такие вот кусочки. Обычно, если филе крупное, то его можно поделить кусочков на 5. Ну, здесь уж как получается. Каждый кусочек отбиваю с помощью молотка. Сверху добавляю соль, добавляю сушеный чеснок и добавляю паприку сладкую. Ну, и с каждой стороны это делаю. Что далее? Далее я беру 3 куриных яйца, отделяю желтки от белков. Ну, и так как у меня все-таки куриное филе очень маленькое, я уже по ходу решила, что мне, в принципе, и 2 яиц. Здесь хватит с лихвой, поэтому смотрите количество яиц, регулируйте от количества мяса. Желтки просто взбалтываю, белки я взбиваю до такой пышной пены с помощью миксера. И в отдельную тарелку еще насыпала муку. И так, кстати, забыла еще сказать, что в желтки нужно еще добавить буквально там 1-2 столовые ложки молока, для того, чтобы консистенция была пожиже. Удобнее было купать в них кусочек мяса. Что делаю далее? Иду к плите, разогреваю сковородку с растительным маслом. Теперь каждый кусочек курицы помещаю в яичные желтки, затем в муку, а затем вот в эту пышную массу в наши белочки. Ну и на сковородку. Буквально 4-5 минут с каждой стороны на умеренном огне. Обычно даже 3-5 минут достаточно. В общем, 3-5 минут курочка, потому что тонкая, она успеет приготовиться. И получаются отбивные в такой воздушной классной панировке. Ну а теперь рис. Сливаю всю лишнюю воду, добавляю в рис специи, любые, какие вам нравятся. Можно использовать специи для плова, хмели-сунели. В общем, все, что вы любите. Я как раз добавлю немножечко копченой паприки, добавлю хмели-сунели, соль, естественно, перец. Обжариваю его в течение нескольких минут. Бально вот до какой-то золотистости добавляю к нему воду. Из расчета 2 стакана воды на стакан риса. Ну а дальше все как обычно. Убавляю огонь ближе к минимальному. Накрываю крышкой и оставляю до полной впитываемости влаги. Можно еще добавить, кстати, несколько зубчиков свежего чеснока. Можно добавить сушеный чеснок, тоже будет вкусно. Слушайте, в этот раз купили рис. Вот я его сейчас готовлю и понимаю, что он вообще какой-то некондиция. Или как сказать? В общем, это должен быть длиннозерный пропаренный рис. И вроде бы все ничего, но он, посмотрите, какой-то маленький, как будто бы, ну, не отборный, да? То есть, какой-то колотый, ломанный. И в итоге я начала его готовить и понимаю, что просто я думаю, что из него выйдет каша. Потому что он прям вообще какой-то не очень. Ладно, в общем, тушеный картофель у меня готов. Вот такой вот красавчик. Отбивные у меня готовы. Рис готовится. И мне остается сделать манник, зебру. Но у меня нет ни молока, ни яиц. Поэтому я дождусь, пока Илюша все приведет. После работы заедет в магазин. И мы уже с вами тогда сделаем их его вечером. И у меня там, представляете, проснулась Соня. Поспала час всего. Видимо, все-таки сопли ее беспокоят. Ты офисный сотрудник? Да? Соль. Проснулась, да. Проснулась из-за соплей, сопли у нас до подбородка. Ага. Гав-гав там? Кто там у нас живет? Кто там? Кто там живет? Гав-гав. Папа там живет. Нет, ты что-то путаешь. Папа не там живет. Папа. Сейчас все подумает, что мы папу из дома выгнали. Да? Соня, ну ты наговоришь. Гав-гав там? Гав-гав. Да, что-то у тебя и вид вообще не очень. Сонька, ну ты даешь. Пока, в общем, папу мы ждем с работы, с продуктами. Нам нужно с Сеней выучить песню к 9 мая. Идет солдат по городу. Поэтому мы сейчас будем мучить. А с рецептом манника-зебры я к вам вернусь чуть-чуть попозже. У Сони время полдника. Я сделала ей творожок с бананом. Пойдем кушать? Давай. Из всего остального у нас, значит, на ближайшие 2-3 дня будет тушеная картошка. Отбивные, я думаю, что мы съедим сегодня. Филешечки были маленькие. И я вот сейчас смотрю и понимаю, что в принципе, ну тут как бы сейчас нам поесть. И может быть, Илюша завтра с собой возьмет на работу. И там на 2 дня на всех этого несерьезно. Поэтому завтра вместо отбивных что-то еще, значит, подготовить нужно будет. Доготовить. Рис получился вот такой вот. Но по идее он должен быть как бы рассыпчатый. Он рассыпчатый, но мне не понравился сам по себе рис. Что-то как-то он у них испортился. Но вкусный. Так, я еще сделала салатик обычный. Огурцы, помидоры, лучок. В Пекинке, кстати, так и нет. Говорят, она много у кого в дефиците и много у кого нет в магазинах. И сварила еще компотик. Потому что Соня что-то прямо на глазах у меня. Все хуже и хуже выглядит. Поэтому будем пить компот. Две пакости. Варежка вон еще. У меня последний пакет. Вот они вообще вредители. Посмотрите, запомните их. Они вредители. А она тут что, при чем? Это она? Это, конечно, всегда они при чем. Ты когда при чем-то был? Ну точно, Сеня. Вообще тебе так идет эта шапка. Куда ты на свою большую умную голову ее натягиваешь? Оставь. Ну что же, времени пол восьмого. Я подготовила все ингредиенты. Будем наконец-то уже с вами сделаем этот манник. Да, сегодня запланированный. Так, что нам понадобится? Значит, два яйца. Все ингредиенты я достала заранее, чтобы они были комнатной температуры. Так будет лучше. Значит, два куриных яйца, пару столовых ложек какао-порошка, манха, молоко. Я все ингредиенты оставлю в описании к этому видео. И я уже когда в прошлый раз делилась этим рецептом, я упоминала о том, что в этом рецепте можно было, конечно, сейчас все замерить в граммах и миллилитрах, но в этом рецепте все измеряется каким-то одним стаканом. То есть, выбираете какую-то емкость одну и ей отмеряете полстакана сахара, стакан муки, одну треть стакана растительного масла. Единственное, что миллилитры в миллилитрах у нас молоко, 300 миллилитров, но у меня эта кружка как раз равняется по объему этому стакану. Пол чайной ложки соли нам понадобится, пакетик разрыхлителя. По идее, идет 15 грамм, но вот у меня пакетик 10, я думаю, что и этого будет достаточно. Ну и немного ванилина, собственно, и на этом, наверное, все ингредиенты, по-моему, если я не ошибаюсь. Все, как вы понимаете, очень минимальный набор продуктов, все очень бюджетненько, как мы любим, поэтому давайте начнем готовить. Итак, все ингредиенты у нас уже подготовлены, поэтому теперь нужно только смешивать их в нужном порядке. Сначала мы берем стакан манки, к стакану манки добавляем полстакана сахара, добавляем пол чайной ложки соли, выливаем сюда 300 миллилитров молока, все это перемешиваем и традиционно, как обычно, мы готовим любой манник, отставляем эту смесь в сторонку, чтобы у нас манка набухала. В это время я подготавливаю форму, в которой буду выпекать. Я буду выпекать вот в этой вот желтой форме, она мне очень нравится, мне нравится, как в ней смотрятся пироги. Не знаю, правда, войдет ли у меня в этот раз манник туда, потому что в прошлый раз, когда я делала, я использовала для измерения всех ингредиентов стакан меньшего объема. Не знаю, надеюсь, что у меня поместится в этот раз манник в эту форму. Что я делаю? Можно смазать сливочным маслом, можно смазать растительным маслом и присыпать. Все это нужно делать манкой, либо мукой. Я обычно это делаю манкой, мне эффект нравится больше, потому что получается такая, знаете, классная хрустящая корочка у пирога. Ну и также мне неоднократно рекомендовали заменить манку на муку, говорят, получается тот же самый эффект. Я один раз пробовала и хочу сказать, что эффект все-таки другой. Нет вот этой хрустящей корочки, той, которую дает именно манная крупа. Поэтому я присыпаю манкой. У меня прошло около 20 минут, манка уже достаточно хорошо набухла, поэтому можно продолжать. Теперь сюда я разбиваю 2 яйца, все хорошо перемешиваю, вливаю сюда растительное масло и теперь сюда нужно просеять муку. Обязательно в муку сразу же добавила пакетик разрыхлителя. Ну и теперь все хорошо перемешиваем. Теперь по принципу любого пирога зебры нам нужно разделить это тесто на 2, ну примерно так хотя бы равные части. В одну часть мы добавляем 2 столовые ложки какао, это будет у нас шоколадная часть теста. А во вторую часть мы добавляем ванилин и 2 столовые ложки муки. То есть в одну массу мы добавили 2 столовые ложки какао, следовательно во вторую нужно тоже добавить 2 столовые ложки сухих ингредиентов, это будет мука. Обе смеси хорошо перемешиваем и можно собирать пирог. Субтитры сделал DimaTorzok Так, в общем тесто все в форму поместили. У меня получилось тесто густоватое. В общем смотрите оно должно ну как-то хотя бы более-менее растекаться по форме. То есть если вот как у меня изначально получилось, что я ложку добавляю и оно стоит тесто, оно не растекается, это плохо. Я добавила еще буквально может быть по 1 столовой ложке в каждую смесь молока и оно начало растекаться. Ну в принципе здесь как все как обычно, у меня мое косоглазие меня не подвело, как обычно конечно же все не очень ровно. Но более-менее. Можно теперь сделать шпажкой или зубочисткой вот такие вот линии, получится такой цветочек. А мне нравится вот такой рисунок, прям как пень, как спил дерево. Ну в общем не знаю, мне нравится такой рисунок, поэтому я не буду больше ничего добавлять. Убираю его в духовку. Духовка уже разогрета 180 градусов, там уже жарко, тепло, хорошо. Убираем. Там у нас манник будет стоять 30-40 минут. В общем по готовности смотрим. Что ты лепишь? Те, что те? В общем мы ждем пока приготовится пирог. Сейчас я вам быстренько вставлю, покажу его. И на этом я буду с вами прощаться. Всех люблю, всех целую. Увидимся с вами очень-очень скоро. Пока-пока. Саня скажешь пока-пока? Нет? Маши пока-пока. Маши пока. Пока-пока. Пока-пока. Некогда, скажи мне вовсе. Сеня, ладно, помашь. Скажи, дайте полепить, а, спокойно. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!